Страсть к убийству, расчленять трупы. Они удовлетворяли свои психологические потребности в садизме. Они очень ласковые, нежные люди. В обществе каннибалистов это норма. Формальным поводом для встречи с психиатром Разом Манучейри Лалии стал судебный процесс над Вагифом Хачатряном. Тем самым Хачатряном, который 23 декабря 1991 года вместе с членами незаконных вооруженных формирований совершили нападение на село Мещали Ходжалинского района. Вагиф Хачатрян, несмотря на неопровержимые доказательства и свидетельства потерпевших, свою вину не признал. А во время судебных заседаний обвиняемый в совершении геноцида несколько раз лил слезы. Но что это были за слезы? Слезы? Сожаления? Раскаяние? Или он плакал, потому что боялся? Страшных преступников, убийц, детей, стариков, беззащитных мы часто называем нелюдями. Но есть ли в этом слове простотородным, пренебрежительным объективный намек на биологическую особенность? Отличается ли мозг убийцы от мозга обычного человека? Или это особенность психики, которую сформировала среда и детские травмы? А если это поломка нейронных связей, то можно ли это почетить? Об этом, обо всем мы поговорим сегодня с психиатром. Арас Манучери Лалии. Психиатр. В прошлом возглавлял психиатрическую клиническую больницу номер два и республиканский наркологический центр. Во время Карабахской войны ушел на фронт вместе с группой врачей-добровольцев. По собственному признанию побывал в Агдаме, Истесу, Ханкенди, Киркиджагани. Группу успешно эвакуировали, когда началось активное наступление армян в городе Шуша. Вернувшись в мирный город, я понял, что жить как прежде уже просто не смогу, рассказывал доктор. Здравствуйте, Арас Доктор. Спасибо большое, что уделили мне время. Ученые бьются над этим вопросом, как я понимаю, не одно столетие и пытаются выяснить все-таки, отличается ли мозг убийцы от мозга обычного человека. Насколько мне известно, одно из первых научно доказанных подходов это было у Чазары Ламразова. И одна из его книг называется «Внешний вид» или «Конституция человека». Люди, обладающие определенную форму ушей, мочки и так далее, или пальцев, носа, к каким преступлениям они склонны. Иногда даже бывает так, что люди смотрят на фотографию какого-то человека и говорят, что вот это лицо настоящего преступника и так далее. Конечно, это представление, оно не всеми учеными принимается, но какая-то логика, конечно, в этом есть. Современные научные данные есть, которые подтверждают о том, что какие части головного мозга участвуют и реагируют на какие-то состояния, на какие-то события, какие гормоны, какие нейромедиаторы участвуют в поведении человека, в формировании его мировоззрения. Какой механизм уже вычислен, механизм работы мозга преступника, убийцы, нациста? Конкретного какого-то механизма, что вот этот механизм является именно тем фактором, ведущим или основным, который приводит человека к таким поступкам? Конечно, нет. Но есть научно доказанные, подтвержденные факты того, что, допустим, преобладание какого-то гормона, допустим, гормона тестостерона, то гормон тестостерона – это, конечно, гормон, мужской половой гормон, что он способствует тому, чтобы человек становился более агрессивнее. Но выброс гормона – это же импульс из мозга. Да. То есть в мозге что-то происходит, что дает импульс выброса именно этого гормона. Два основных момента. Первый момент – это человек такой или ситуация его сделала таким. Исследования показали, что есть люди с высоким содержанием тестостерона, в то же самое время они очень ласковые, нежные люди. То есть выясняется, что они, попав в ситуацию, во внешнюю среду, где культивируются, воспитываются человеческие отношения, где не культивируется агрессия, в правильном обществе моя агрессия будет направлена в конструктивное русло. То есть есть же у нас такие формы поведения, социально одобряемые формы поведения. Есть наоборот. Есть еще момент наказания. Отсутствие наказания – это тоже последнее. Поэтому ребенок подражает взрослому человеку, особенно если человек для этого ребенка авторитетный. И если повторяем эти поведения, он еще получает за это вознаграждение и не получает наказание. Это формирует его дальнейшее поведение в подобных ситуациях. Когда психиатра приглашают на экспертизу, и мы говорим о том, что преступник вменяем или невменяем, если он просто злой человек, потому что его так воспитали, если он просто садист, это болезнь или это все-таки особенность мышления? В невменяемости есть медицинские критерии, есть юридические критерии. Медицинские критерии – это определенные типы заболеваний. И есть юридические критерии. Юридические критерии заключаются в двух основных моментах. Человек не понимает, не осознает, и второй – не может управлять. Любое преступное действие, тщательно проанализировав, можно понять, что это болезненное или преступное. Если человек думает, что съесть другого человека – это норма, да, может быть, в его обществе это норма, а в этом обществе это не норма. Если идет суд в обществе каннибалов, он ни в чем не виноват, а если идет в нормальном обществе, то он будет считаться как минимум преступником, а так он будет считаться извращенцем. Раскаялся в течение одного месяца, если мы идем в разговор об известном человеке. А где его раскаяния до этого времени? А где его признание, осуждение? Не только своих, а поступков всего этого конгломерата людей. Нету этого. Мне интересно просто вот эти столько лет, чем он занимался? Как он воспитывал детей? Какие у него выросли дети? Вот раскаяние мы увидим здесь, если оно действительно есть. Существует понятие преступления против человечности, когда военный, вернее, даже обладающий оружием, идет на беззащитных. Что в голове у этих людей, которые идут убивать младенцев? Известно, что человек, который проявляет такую агрессию, это доказан факт, что у него слой серого вещества очень тонкий. У этих людей отсутствует чувство эмпатии. Они удовлетворяли свои психологические потребности в садизме. Вся патология, которую вы видите и слышали, есть у каждого человека. Зависит от того, что взращивается, что культивируется, что не культивируется. А вот здесь есть эти люди. И этот президент, который преступник, человек, который стал президентом, который говорит, мы специально вырезали все это население для того, чтобы показать, что мы можем на это. Вы сказали, что мы все, у нас есть весь спектр. То есть, по большому счету, получается, мы все можем увидеть беззащитное существо. Да. Что меняется у меня в голове? Это абсолютно беззащитное существо, которое никоим образом тебе нигде никак не угрожает. Здесь, я думаю, что не надо говорить о человечности. Здесь можно сказать о таком понятии, как некрофилия. Некрофилия – это страсть к убийству, возиться, вот именно расчленять трупы, вот именно издеваться над трупами, быть в хаосе, в хаосе разрушения. Это все-таки психическое или психологическое расстройство? То есть, за это, если человек говорит, а я кайф получаю от того, что я убиваю, мы за это его все-таки сажаем в тюрьму или не сажаем? Давайте сейчас я вам по-другому скажу. Вот как раз, когда мы об этом говорили с вами, вначале о вменяемости, не вменяемости, мы говорили о юридических критериях и медицинских критериях. Допустим, больной с шизофренией – это медицинский критерий, хроническое, психическое заболевание. Больной с шизофренией, как по-вашему, вменяемый или нет? Нет. А я скажу, да, он вменяемый. Потому что то, что он болеет, это еще не снимать с него ответственности. В момент совершения преступления он осознавал фактический характер своих действий. Осознавал. Он знал, что убивать нельзя, что это плохо. Это противозаконно. Он мог управлять своими действиями? Да, мог управлять. Он мог не стрелять, он мог не резать. Почему? Потому что он получал от этого удовольствие. А действия у меня нет этой потребности? Может быть, она у меня есть, я о ней не знаю, да? Так тоже может быть? Разбудили этого в человеке. Почему вдруг говорят, что вот сейчас некоторые мне говорят, что почему вот такое большое количество появилось людей с нетрадиционной ориентацией? Вот почему раньше их не было, а сейчас их так много? Сейчас об этом везде говорят. Сейчас это не осуждается обществом. Сейчас это не признается чем-то плохим. И поэтому сейчас количество то же самое. Не меняется никак. Статистика остается статистикой. Потому что тогда были скрыты. Сейчас, так как это считается абсолютно нормой, то это открыто, спокойно можно об этом говорить и жить с этим без всяких проблем. Вы говорили про шизофрению, которая не является оправданием для преступника. А есть такое понятие армянская шизофрения. Я ничего не путаю. Такая есть периодическая болезнь. Что это такое? Что вы думаете по этому поводу? Есть все, что хотите, они могут придумать. Нет такой болезни, армянской болезни. Это они сами придумали. Это болезнь Средиземноморья. Точно в таком же количестве болеют турки, итальянцы, грекки, испанцы. Шизофрения есть шизофрения. Там нет ни армянской, ни азербайджанской, ни американской. Вот про величие, особенность, исключительность. Вот у немцев, например, много и открытий, и поэтов, и писателей. Но вот эта исключительность, которую фашисты принесли, и ощущение «я крутой, потому что я немец», и больше ничего. Это, разве это не психическое отклонение? Вот как, допустим, появляется, такая мутация появляется в животном обществе, появилась белая собака. И если оно культивируется, то этот цвет переходит в генетику. И уже генетически у нас появляется новый род собак. То же самое в этом случае. То есть сначала была какая-то мутация, а потом эта мутация выпистовывалась, и оно пришло в генетику. Сейчас это на генетическом уровне. Не знаю, чем лечить. Может быть, мы своим соседством, своим благородством, показывая истинное направление, даже не хочешь, будем лечить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok